Всем добрый вечер. Давайте проверим звук. Скажите, как меня слышно. Если хорошо, поставьте плюсики в чате. Ребята, давайте активно сейчас будем все на вебинаре. Отлично, спасибо большое. Хочется иметь обратную связь от каждого гостя, который сейчас присутствует. Ну и мы начинаем наш вебинар. Рада всех видеть сегодня, рада всех приветствовать. Хочется узнать, есть ли среди нас новички. Если есть, поставьте единички. Мы вас обязательно приветствуем. А я начинаю. Итак, сегодня у нас вебинар на очень интересную, я думаю, для всех тему. Наш вебинар проходит в рамках бизнеса новой эпохи, такого интернет-проекта. Это международный интернет-проект, в котором участвуют очень многие проекты. И, конечно же, одним из таких проектов является СВ-проект, в котором работаю я. Итак, у нас новички есть. Виктория Крикун и интерна Ташкенбаева. Бурные аплодисменты. Так, секундочку, скажите, как меня слышно? Все, звук есть. Если у кого-то нет звука, то перезаходите, потому что, я думаю, по настройкам тут все нормально. Приветствуем наших новичков, желаем успехов. И, конечно же, быстрого роста и высокого дохода в компании Арифлейм. Ура, ура, ура. Итак, позвольте представиться. Сегодня с вами буду я. Меня зовут Анна Бакулина. Я из Украины. Я из Харьковской области, из небольшого города. Лазовая. Новый директор компании Арифлейм. Буквально в прошлом каталоге, в каталоге номер 7, я подтвердила звание директора. И сейчас хочу рассказать вам, спасибо большое, сейчас хочу рассказать вам, конечно же, немножко о себе, да, рассказать свою историю, как я пришла в Арифлейм, как я пришла в проект и вообще как вышло название директора, да, то есть поделюсь своими какими-то рекомендациями, фишками. Если будут какие-то вопросы, то обязательно пишите мне в чате, спасибо большое и буду отвечать на ваши вопросы. Итак, о себе, да, немножко расскажу о себе. Также я мама в декрете, у меня ребенку почти 9 месяцев. В Арифлейм я работаю на постоянной основе, то есть это моя основная работа, да, это мой основной доход, я индивидуальный предприниматель. И как же все начиналось? Сама я, как я сказала, с небольшого городка, да, я родилась в обычной семье, в обычных рабочих, никаких предпосылок на то, что я буду предпринимателем, конечно же, не было, да, у меня родители еще в той закалке советской, вот, ну, конечно же, детство у меня было как у обычных советских детей, скажем так, да. Закончила я школу с золотой медалью, я хорошо училась, да, у меня все было на отлично, то есть, конечно же, конечно же, были перспективы на поступление куда-то, да, в какой-то вуз, поступала я в три вуза, везде прошла. И на чем остановилась, это был Харьковский национальный университет имени Каразина, который я закончила с красным дипломом также на отлично, я закончила магистратуру по специальности социолог, социальный работник, преподаватель социологии. Ну, так получилось, что по своей специальности я ни единого дня не работала, не знаю, к счастью или к сожалению, да, и диплом красненький хорошо лежит у меня в ящичке. Вот, но планы были, конечно же, далекоглядные, да, где работать и так далее, и так далее. Немножко расскажу о своем хобби, которое у меня тоже есть и было. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, еще будучи школьницей, да, обучаясь в обычной школе, я закончила еще и музыкальную школу. Также я очень люблю слушать, как играют на саксофоне, и в 24 года, по-моему, да, в 24 года я пошла обучаться на частные уроки игры саксофона. Меня это очень сильно вдохновляет, да, я очень расслабляюсь, когда и слушаю музыку саксофона, и когда сама играю. Вот, ну, я еще не профессионал в этом деле, но тоже развиваюсь в таком направлении. Вот, ну и как же пошла дальше моя история, да, после того, как я обучалась на заочном отделении, и уже в 19 лет я пошла работать в магазин бытовой техники. На тот момент это было, ну, скажем так, популярно, да, продавцы в таких магазинах достаточно много зарабатывали, это сейчас у нас интернет-магазины уже развиваются. А на тот момент, в 2006 году, я работала продавцом бытовой техники, и, в принципе, неплохо зарабатывала на тот момент. Была возможность работать в статистике, в отделе статистики по моей профессии, да, по моей специальности, но зарплата была раза в 4, по-моему, меньше. Поэтому, конечно же, я туда не пошла, и осталось работать в магазине. Проработала я 7 лет в магазине бытовой техники, да, вот специально сделала такой слайдик вам, описать, да, как же это работа продавца бытовой техники. Ну, вначале, знаете, было очень интересно, да, потому что что-то новое, что-то такое интересное для себя узнавала, да, многому научилась, кстати, да, и что касается установки каких-то программ, переустановки Windows, да, и все-все-все, это я все научилась еще в магазине, поэтому сейчас мне, конечно, это все, эти все навыки понадобились. Что касается вообще работы в магазине, конечно же, когда ты изо дня в день приходишь в одно и то же место, делаешь одни и те же действия, да, никакого абсолютно практически нет, ну, роста, да, скажем так, карьерного, то есть картинка одна и та же всегда. Работали мы практически без выходных, да, очень редко давались выходные, которые нам не оплачивались, соответственно, больничные, там, сессии мои тоже не оплачивались, то есть я работала на хозяина, скажем так. И, конечно же, уже, наверное, где-то год третий-четвертый пошел моей работы в магазине, и уже я начала понимать, что нужно что-то думать дальше, да, потому что, конечно же, всю жизнь так не может продолжаться. Это были постоянные недосыпания, это была постоянная усталость, потому что мы не имели права садиться где-то на стульчике сидеть, да, мы работали под камерами, навсегда там можно было посмотреть, чем мы занимаемся, да, и, конечно же, это целый день выстоять на ногах, это были и 11-часовые рабочие дни, когда я работала с 7 утра до 6 вечера, да, и разные моменты были, да, стоя это очень тяжело. Если что-то делаешь, еще не так тяжело, когда ты просто стоишь, да, встречаешь там людей, это, наверное, в три раза тяжелее. То есть смысл в том, что, конечно же, уже начинала я понимать, что очень устаю от этой работы, а еще больше устаю от того, что нет никакого роста, да, ни карьерного, нет ни роста, нет никакого саморазвития, скажем так, да, то есть мы были узконаправленные, то есть мы все должны были знать по бытовой технике и ничего больше. Ну и, конечно же, не хватало абсолютно времени вообще на какую-то личную жизнь, да, на семейную жизнь. Я очень мало виделась со своей семьей, меня это очень сильно угнетало. И я уже неоднократно рассказывала то, что я сейчас вспоминаю эти моменты, когда я, ну, жила еще на тот момент с родителями, и когда утром все спали, да, там и брат, и родители, это был какой-то выходной день или праздничный, а я утром вставала и шла на работу, мне просто хотелось рыдать от того, что я хочу спать, да, я хочу отдыхать, я хочу быть в этот праздничный день со своей семьей, а я просто не могу этого себе позволить, да, потому что праздничные дни для нас это были, ну, вообще самые такие торговые, да, ни в коем случае нельзя было оставаться дома. Поэтому в этот момент уже у меня начались мысли о том, что я хочу какое-то свое дело, я хочу работать на себя. Я понимала, что в принципе в моей ситуации, в моей семье это невозможно, да, открыть свой традиционный бизнес, потому что не было таких финансовых у меня возможностей, у моих родителей тоже. Поэтому мысли были, но не было никаких таких, ну, не было, да, тех людей, тех ситуаций в жизни, которые бы помогли мне это сделать, ну, до какого-то момента. Немножко тоже хочу рассказать о своей мотивации, да, о своем вообще стимуле. Это, конечно же, моя семья, да, можно много рассказывать там о том, что карьерный рост и все-все-все, но самое главное, самый главный мой стимул, это, конечно же, моя семья. Я, как сказала, мама в декрете сейчас, да, у меня маленькая доченька Даша, вот, и хочу сказать, что после того, как в сентябре я родила Дашу 2016 года, и через три месяца я открыла звание директора. Я сейчас вспоминаю это и понимаю, что когда мне говорят мамочки, да, или там девушки, которые беременны, говорят о том, что, ну, ты что, у меня будет ребенок, ребенок какая работа, да, я ничего не смогу сделать. Я просто, наверное, ломаю все стереотипы, да, потому что на самом деле, знаете, силы, наверное, из ниоткуда появляются, и сна меньше надо, да, и какие-то еще дополнительные второе дыхание, и третье, и четвертое появляются. Вот, наверное, все мамочки меня понимают, да, и мой ребенок, моя семья – это мой самый важный, самый главный стимул, ради которого я здесь работаю, ради которого, в принципе, все это я делаю, да, ну, конечно же, и ради себя, да, но и ради моей семьи. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Ну, что касается моих целей и мечтаний, да, то они, наверное, в принципе, как и у многих, это и личные… Квартира у нас своя с мужем, да, сейчас, но я хочу какой-то красивый дом, да, я хочу свой личный автомобиль, я очень хочу путешествовать, я очень это люблю, я всего один раз только была за границей, это был Египет, и мне очень-очень понравилось там, да, я просто была неделю как в сказке какой-то, и после того я понимаю, что я очень хочу путешествовать, и меня это очень сильно стимулирует, да, если бы я там не побывала, возможно, меня бы это не так мотивировало. Конечно же, финансовая независимость, да, все, наверное, пришли сюда ради того, чтобы зарабатывать много денег, да, и я в том числе. Ну, и моя семья, да, то, что главное, да, ради чего я здесь, я сейчас постоянно нахожусь со своим ребенком, со своей семьей, я в празднике дома, да, я всегда дома, и меня это очень сильно радует, да, я просто в восторге от того, насколько вообще крутой у нас бизнес, я в восторге от того, что я вообще свободный человек, да, я работаю сама на себя, и мне никто не может указывать, там, что мне и как мне делать, да, и как мне работать. У меня есть наставники, да, у меня есть спонсоры, которые мне могут только это подсказывать. Поэтому, конечно же, с компанией Reflame мои мечты уже начали сбываться, да, и все, что сейчас я вижу, вы видите на картинке, конечно же, в ближайшее время тоже будет сбываться, я в это верю. Ну и что касается моих спонсоров, моих наставников, то не могу вообще не сказать о них, да, это очень замечательная семейная пара, это семья Червоных, Сергей, Виктория и их сын Александр, это те люди, которые, да, бурные аплодисменты для моих спонсоров, это те люди, которые просто повернули мою жизнь полностью, да, которые сделали меня не такой, как я была до Reflame, да, то есть сейчас я вообще понимаю, насколько, ну, стать директором – это одно, да, а то, что я поменялась в голове, то, что у меня поменялись вообще какие-то мысли, то, что я стала абсолютно другим человеком внутри – это однозначно, да, потому что я сейчас понимаю то, что я раньше, то, чего я раньше вообще недопонимала. И, конечно же, огромная им благодарность, то, что они меня обучили и обучают, я надеюсь, будут обучать дальше, да, и будут всегда меня сопровождать, и будут всегда со мной. Что касается вообще работы в Reflame, то зарегистрирована я была в феврале 2013 года, я пришла в проект, нет, я пришла просто в Reflame, тогда еще проекта не было, просто потребителем, да, мы вот с Викторией Валерьевной общались долго, она мне рассказывала о системном уходе за лицом, потому что у меня были там некоторые моменты, да, которые мне нужно было убрать. И изначально я пришла просто как потребитель, то есть я не пришла на бизнес, ребят, я пришла сюда просто покупать для себя продукцию, я о ней много знала, я много пользовалась нашей продукцией, потому что в то время мне мама это покупала, да, там у себя на работе приходили женщины, и она покупала много чего из Reflame, и мне было это интересно, скидка, подарки какие-то, да, я проходила, да, наверное. Я проходила шаги, меня это очень устраивало, ну и, конечно же, я поражалась, да, как работают мои спонсоры, ну, даже я не видела, как они работают, но я видела, как они вообще где-то отдыхают за границей, да, где-то путешествуют, и я попала в тот год, когда они пять раз, по-моему, за год были за границей. То есть, ну, я понимала, что это какой-то среднестатистический рабочий вообще не может себе этого позволить, да, я понимала, что они не бегают с сумками и продукцией Reflame, да, и так далее, и так далее. Вот, ну, конечно, наверное, в тот момент уже какие-то мысли были о том, что я тоже, да, свяжу свою жизнь с Reflame, но явно, да, я не пришла на работу, я не пришла на бизнес, да, это пришло чуть-чуть попозже, когда случился не очень приятный казус в моей жизни, когда я улетела в Египет отдыхать, и, к сожалению, мой хозяин, у которого я работала, этого не понял, да, и, можно сказать, очень нехорошо у меня, нехорошо поступил, просто перевел меня на другую должность и с зарплатой там раза в три, по-моему, меньше. То есть, я понимала, что это тяжело как финансово будет для меня, да, но морально, наверное, еще тяжелее. То есть, то, что я, это был, наверное, такой, да, случай, когда я вообще, я начала понимать, что все, я не хочу здесь работать, да, я хочу что-то другое, я хочу работать на себя, вот, ну, и у меня был уже тогда Reflame, и, знаете, меня все поддержали, ну, мои родные, по крайней мере, да, то, что мои сотрудники на работе, они у виска крутили пальцем, это однозначно, многие не понимали, да, куда я ухожу и что я делаю, но мои родственники, мои родные, мои родители, мои спонсоры, конечно же, они меня поддержали. Я его поблагодарила уже давно, и сейчас, и тогда я уже благодарила, да, и я понимала, что это все лакономерно, да, это не случайно, вот, и начала я работать в Reflame на холодном контакте, по холодным контактам, еще тогда не было интернет-проекта нашего, и были, конечно же, инкетирования, да, были все эти моменты, и были различные выездные семинары, ну, хотя они были уже, когда мы работали в проекте, в интернет-проекте, но смысл в том, что это была работа на земле, да, это была работа намного тяжелее, чем мы работаем сейчас, и хочу сказать, что классно то, что я могу это сравнить, да, многие люди, которые приходят в проект, в интернет-проект, они недооценивают, да, этот шанс, а если бы каждый из этих людей поработал на земле и поработал по анкетированию, да, поездил в другой город, потратил на это время, потратил на это деньги, приглашал на какие-то подарки, да, целыми днями там общался с людьми, обзванивал, прозванивал, то, конечно же, ну, многие бы, наверное, оценили вообще возможности интернет-проектов, поэтому, работая не в интернете, я вышла на уровень 6%, это были мои, вот, кстати, из архивов, да, раритетное фото, это были мои знакомые, подружки, да, которых я тоже регистрировала, это был тёплый круг, по которому мы в основном тогда тоже работали очень много, проводили мастер-классы и так далее, и так далее, и хочу сказать, когда я вышла на уровень 6%, то, что меня поразило, что нас чествовали, да, нам подарили цветы, нам подарили книжки специальные, да, какие-то по саморазвитию, то есть прикольно то было, что я понимала, что в Арифлейм за мои достижения, да, есть уже такие вот чествования какие-то, да, есть такая похвала, и мне это нравилось, да, наверное, каждому человеку нравится, когда его хвалят, да, когда что-то получается, когда что-то дарят, правда? Вот, ну и что касается вообще чествований, да, и как компания может вообще нас радовать, то, конечно же, немножко хочу поделиться ещё фотографиями с банкета. Ну, до этого скажу, да, что в мае 2013 года стартовал наш интернет-проект, и с тех пор я уже работала, уже 100% мы работали в интернете, да, и, конечно же, было поначалу не очень легко в том плане, что много нужно было нового узнать, да, мы много работали, создавали страниц много, их постоянно блокировали, там, и так далее, и так далее, да, то есть это тоже надо было, этот этап нужно было пройти. И что касается вообще банкетов, да, которые нам компания устраивает, да, и как она вообще чествует своих лидеров, как она нас благодарит за рост, да, это фото из банкета менеджера, господи, директор, я уже говорю, точно буду на директорах, банкет менеджера 2015 года, это город Днепропетровск, это первый раз я была на таком мероприятии, да, для менеджера, мне очень-очень понравилось, да, то есть это было, ну, приближенное, думаю, к директорскому банкету, то есть тоже очень все так на высоком уровне были, классные выступления для нас, да, была сцена огромная, столы ломились от еды и так далее, и так далее. И в 2017 году, буквально недавно, я посетила банкет менеджеров, так как я вышла на, открыла звание старший менеджер, да, 24%, и, конечно же, компания меня бесплатно пригласила в город Харьков. Это очень классный, очень крутой, да, и модный комплекс, который находится на окраине Харькова. Это гольф-клуб знаменитый, самый вообще модный в Украине, да, гольф-клуб. И, конечно же, тоже эмоции просто переполняли. Хочу поделиться своими фотографиями, да, и рассказать о том, что компания Reflame, на самом деле, да, вот будучи на таких мероприятиях, я понимаю, что такого нет нигде. Да, вот я проработала 7 лет на хозяина, у нас были какие-то корпоративы, да, но это, конечно же, было не так масштабно, да, конечно же, нам никто не дарил каких-то там чеков, подарков, да, ну, были какие-то подарки, но, честно говоря, это были, ну, очень дешевенькие подарки из бытовой техники, да, и дарить продавцу бытовой техники, мне кажется, это вообще, ну, не актуально было бы. Вот, в компании Reflame все абсолютно по-другому, да, все очень ярко, все очень круто, все очень феерично. И самое главное, что даже если вы на каком-то еще маленьком уровне, да, вот девочки выходили, мы вместе за столом сидели на 12%, да, на 15%, то есть это небольшие уровни, но их компания уже приглашала, да, они имели возможность быть тоже на таких банкетах, поэтому даже вот люди, новички, которые недолго работают, да, еще в Reflame, но уже выходят на новые уровни, они уже имеют возможность такую бывать на банкетах менеджеров, и это очень классно, да, то есть если раньше первое мероприятие это было банкет директоров, то сейчас все могут, менеджеры могут быть на банкетах менеджера. Вот, ну, я расскажу немножко хронологию вообще о своем росте, да, потому что, конечно же, все здесь собрались для того, чтобы я поделилась своими какими-то рекомендациями, вот. Ну, и еще раз скажу о том, что в мае 2013 года я была консультантом 6%, стартовал наш интернет-проект, СВ-проект, и я очень активно работала все лето, да, это было лето, это были, ну, многие уезжали на моря, там отдыхали и так далее, и так далее, но так как я ушла со своей основной работы в июне 2013, да, то есть через месяц после того, как стартовал наш интернет-проект, я понимала, что мне расслабляться нельзя вообще, да, то есть я была не на таком уровне, когда можно зарабатывать много денег, правда, то есть я понимала, что сейчас все в моих руках, я понимала, что я не могу там сидеть у родителей на шее, да, и мне нужен свой заработок, поэтому я очень активно работала летом, я создавала много страниц, это было 20 страниц в одноклассниках сразу, то есть это было не постепенно, да, там, не за месяц, не за два, смысл в том, что я сразу очень много работала, было такое, что у меня было и по 5 регистраций в день, да, то есть это была очень активная работа именно летом, да, вот к чему я веду, что сейчас тоже у нас идет лето, и многие люди там позволяют себе расслабиться, да, но, как говорит наш спонсор, расслабиться сможете, возможно, да, на уровне золотой директор, но я, по крайней мере, расслабляться не собираюсь, и сейчас, когда я уже директор, да, и понимаю, что сейчас я хочу еще больше работать, чтобы вырастить еще больше директоров уже в своей команде. И в ноябре уже 2013 года, я проработав все лето очень активно, в ноябре 2013 года я уже была менеджером 15%, я открыла частное предпринимательство, я оформила свой бизнес уже официально, да, через налоговую, через все эти моменты, там, из печати и так далее, и так далее, то есть это небольшой промежуток времени, да, мне кажется, как для того, чтобы выйти уже на постоянный стабильный доход и уровень, правда, при том, что это было лето, опять-таки, да, многие не хотели там регистрироваться, многие куда-то пропадали, там, и так далее, и так далее, то есть смысл в том, ребят, что сейчас период рекрутирования нам нужно очень и очень много работать, да, чтобы осенью каждый из вас имел высокие результаты. Итак, идем дальше, переносимся в 2016 год, да, еще в мае 2016 года я была менеджером 18%, в октябре 2016 года я вышла на уровень 21%, конечно же, меня очень беспокоило то, что у меня маленький ребенок, да, в сентябре я родила Дашу, в октябре я открыла 21% и я понимала, что звание директор вот-вот, оно уже тут близко, да, и мне нужно очень много работать. Ну и в декабре 2016 года я открыла звание директор, через три месяца после того, как у меня родился ребенок. Хочу сказать, что это все, это результат моей летней работы, то есть когда я была еще беременная, да, в положении, то в 2016 году, год назад, летом я очень много работала, я очень много рекрутировала, я очень много проводила собеседований, я дальше об этом расскажу, и я вообще не позволяла себе расслабляться, да, мне муж иногда говорил о том, что, ну там, Аня, ты же все-таки в положении, да, отдыхай больше и так далее, там, ну, пытался как-то меня там переубедить, но я-то знала, что я все это делаю не зря, да, спасибо за поздравление. И, конечно же, опять-таки, да, вы видите, что это закономерность того, что я работала очень активно летом, да, все лето я проработала, и в декабре 2016 года я открыла звание директора, и, конечно же, этот момент меня вообще еще больше, наверное, смотивировал, да, смотивировал и меня лично, смотивировал и мою команду, потому как многие люди сидели там просто спали, да, скажем так, и мой успех, он сыграл большую роль для моей команды в том числе, вот, ну и сейчас, конечно же, хочу с вами поделиться некоторыми рекомендациями, да, вообще своей системой работали, как я работала до этого, да, как я работаю сейчас, ну и, конечно же, буду рада ответить на ваши вопросы, если они будут. Что касается системы работы в команде, да, в которой мы вообще работаем. Конечно же, я, наверное, ни для кого не открою секрет, что есть три составляющих, да, в системе работы. Это рекрутирование, это сопровождение, это обучение. Вот сейчас я хочу на каждом из этих пунктов более подробно остановиться, но очень важно то, что все эти три составляющих, они должны обязательно присутствовать у каждого лидера, да, то есть одно без второго и третьего не существует, то есть если у вас какой-то момент выпадает, то остальных там два, они просто не работают на 100%, да, сами это понимаете. Да, когда видишь, как на твоих глазах кто-то растет, тогда реально это все мотивирует, согласна. Итак, остановимся на каждом из этих пунктов. Что касается рекрутирования. Да, кстати, расскажу немножко, на минутку буквально отвлекусь по поводу поддержки, да, конечно же, это очень сильно мотивирует и помогает, когда меня поддерживает моя семья. И даже если есть какие-то моменты, да, у кого-то, что кто-то не верит, кто-то не поддерживает, просто, знаете, молча делайте свое дело. Да, придет тот момент, когда вы выйдете на нужный уровень, на нужный доход, и вас все поверят. Просто ни с кем не спорьте, договоритесь со своей семьей, да, договоритесь там с мужем, если это проблема в муже, и просто спокойно, не нанося ущерб психике мужа, просто работайте. Так, что касается рекрутирования. Ребят, сейчас расскажу о том, как я рекрутирую, да. Первое, конечно же, это рекрутинг в социальных сетях. Я работаю только в ВКонтакте, так как в Одноклассниках был не очень такой положительный момент, да, страницы там блокировали и так далее, и так далее. На данный момент я работаю только в Одноклассниках. У меня 25 рабочих страниц. Я никогда не работала на одной и на двух страницах. Я сразу делала много страниц. И вам даю такую же рекомендацию, потому что работа на одной или двух страницах – это вообще не работа, да. Это просто выжимание с этой страницы всех соков до того, пока ее не заблокируют. Поэтому для того, чтобы вы комфортно работали на страницах, для того, чтобы их не блокировали, не морозили, сделайте себе много страниц. Даже если вы их не успеваете обрабатывать, они просто могут висеть, проходить модерацию, да, и просто они будут ждать там своего какого-то момента. Работа на досках объявлений. Как я работаю на досках? Я не размещаю свое объявление, я просто беру номера телефона тех людей, которые интересуются работой, да, это могут быть и… Ну, это абсолютно разные люди, это и бухгалтера, и учителя, там, и швея, да, и все-все-все, кто только интересуется работой. Я, в принципе, могу прозвонить любого и каждого. Я провожу собеседование, да, то есть мне нужно получить от человека, номер телефона, либо скайп, либо вайбер, да, и я с этим человеком просто связываюсь по телефону и провожу собеседование. О собеседовании я их тоже немножко дальше расскажу. Третий момент. Это, конечно же, должна быть ежедневная работа. Даже если я куда-то уезжаю или ухожу, со мной всегда мой ноутбук, мой телефон, интернет, и я всегда на связи. Меня вот очень сильно это радует, да, что сейчас у меня такой телефон. Раньше у меня был обычный без интернета, да, но сейчас у меня классный телефон, с которым я могу вообще в любой точке находиться с интернетом, с мобильным, да, и быть на связи со своей командой. И это очень важно, ребят, потому что если вы доступный спонсор, да, если до вас можно достучаться и задать любой вопрос в любой момент, ну, конечно же, не в 3 часа ночи, то это очень круто, да, то ваши новички, ваша команда будет понимать, что вы тот человек, когда можете помочь в любой момент, да, в любую секунду, а не тот, до кого нельзя там достучаться 3 года. Личное и групповое рекрутирование. Конечно же, да, это однозначно, что кроме того, что у меня работает уже команда, да, у меня команда менеджеров, у меня международная команда, которая тоже много рекрутирует, да, которая тоже работает по такому же методу, в принципе, как работаю я и весь наш проект. Это метод собеседования, да, это не переписки, это не рассылка, там, сообщения и так далее, это метод собеседования. И очень важно то, что я вот просто беру пример со своего спонсора, да, я смотрю, что Виктория Червоная, она имеет высокий статус, да, высокое звание, это сапфировый директор компании Reflame, но при этом она все равно всегда рекрутирует. И я себе не могу позволить этого не делать тоже, да, на таком еще небольшом уровне, как у меня, мне это просто очень необходимо. Личное рекрутирование никто никогда не отменяет, ну, возможно, там, на сапфире или на бриллианте, да, или, я не знаю, на каком еще звании, может, тогда можно немножко подуспокоиться, но мне лично это очень, очень и очень нравится. Я люблю общаться с людьми, и это, наверное, еще у меня выработалась такая привычка с тех пор, когда я была продавцом бытовой техники, и мне очень нравится работать с возражениями, кстати, да, и я, наверное, сейчас уже любого и каждого могу, ну, не переубедить, это, наверное, неправильное слово, да, просто рассказать о том, о том другом Reflame, да, который мы сейчас предлагаем. Так, многие боятся давать свои номера, Таня пишет. Тань, ну, если человек хочет зарабатывать деньги, то он не боится дать свой номер, поэтому, если человек боится дать номер, ну, я же по номеру его там не убью, и деньги у него не украду, правда, я просто с ним пообщаюсь и все. А если человек боится давать тебе номер, то это не твой человек, вот и все. И что касается собеседований, да, я уже сказала, что мы работаем по методу собеседования, что никаких переписок уже я не веду, да, так как было раньше. У меня раньше было очень много регистраций, но они давали мало результатов, потому что работа по перепискам, общение по перепискам – это вообще неэффективное общение. И, как говорит наш спонсор, да, то, что личное общение голосом, его никто не отменял, и никто, и вы не сможете расположить к себе так человека по переписке, как это вы сделаете голосом на собеседовании, да. И я заметила такую статистику, что, конечно же, из тех регистраций, которые сейчас есть, не все 100% партнеры, да, не все 100% работают, конечно же, но, по крайней мере, ни один человек вообще не отморозился и там не заблокировал меня, не внес черный список, то есть даже если человеку не подходит предложение, он там сделал для себя выбор просто быть потребителем, он мне об этом обязательно скажет, либо напишет. То есть это тоже очень круто, да, что люди от меня не отмораживаются, как это раньше было там по перепискам, да, то есть сейчас такого нет. И, честно вам сказать, год назад, да, мы начали работать с собеседованиями, то есть сейчас вот ровно год, как мы работаем только по методу собеседований, и я увидела рост свой личный, конечно же, да, я увидела рост своей команды, я увидела рост своих партнеров, то есть это говорит о том, что метод собеседования, он самый и самый эффективный в нашем бизнесе. Что касается, если есть вопросы по рекрутированию, можете писать в чат, я на них буду отвечать, сейчас перейду ко второму пункту, то это сопровождение. Конечно же, на том уровне, когда у вас появляются новички, сопровождение это разнозначный по важности момент, как и рекрутирование, да, потому что мы не можем сотнями людей регистрировать и просто их не сопровождать, да, мы не сможем так работать дальше. Поэтому сопровождению тоже нужно очень много обучаться. Первое, что делаю я, это, конечно же, ежедневно, опять-таки, как рекрутируют, ежедневно я общаюсь со своими партнерами, да, то есть ежедневно у меня идет общение со своей командой. Обязательно, что касается новичков, это включение новичков в течение 72 часов, да, есть такое правило 72 часов, в течение трех суток нам нужно с человеком пообщаться после регистрации, да, узнать, что это за человек, поговорить с ним, то есть наладить вообще первый контакт, ну, второй, наверное, да, если первый это был собеседование, то вторая встреча должна произойти обязательно сразу же после регистрации, да. И, опять-таки, как показывает практика, если, чем быстрее я с человеком после регистрации созваниваюсь, общаюсь, то тем вообще лучше дальше будет контакт с этим человеком, потому что даже на третий день после регистрации, да, вроде бы это какие-то 72 часа, но на третий день человек уже может быть остывший, он может быть уже какой-то там, где-то кто-то ему какая-то подружка там нарассказывала непонятно чего, да, и все, у него же там опустились руки, он не знает, что ему делать, оставаться здесь или уходить. Так, сколько собеседований в день проводишь? Ну, я могу сказать, сколько я проводила год назад, когда я еще не была директором, да, до директора я проводила, ну, по 10 собеседований точно в день. Прошлым летом я проводила, да, и это были собеседования и на ходу, и на лету, и в машине, и где-то их только не было, то есть много было собеседований, и это было ежедневно, ну, единственное, что в воскресенье я могла себе позволить там отдыхать и не проводить собеседование. Включение новичков, как я сказала, должно быть уже быстрым, да, сразу же после регистрации пообщаться, прояснить все моменты, выяснить цель регистрации в проект, выяснить, что человека может мотивировать, да, и, как говорит, опять-таки, наш спонсор, постоянно нажимать на эти кнопочки, если у него там падает дух и что-то у него в мозгах происходит непонятное. Планерки. У нас в проекте тоже проходят еженедельные планерки обязательно, да, это общая планерка для всей команды, это менеджерская планерка именно уже для менеджеров, да, то есть там мы обсуждаем уже вот такие вопросы по проекту, да, по вебинарам там и так далее, и так далее. Это что касается планерок от лидера проекта. И моя личная планерка общая, она тоже проходит каждую неделю, то есть какая бы ни была ситуация, я никогда не отменяю свои планерки, да, то есть планерки проходят постоянно, каждую неделю, моя команда должна всегда быть в курсе всех новостей. Командные чаты. У нас есть в Viber, у нас есть в Skype. Viber, кстати, очень крутая штука, да, кто еще там не работает и не рекрутирует, да, можно сказать, ну, вообще не делает рассылки через Viber, то очень много теряете, потому что Viber в телефоне, да, и человек, у которого есть Viber, он всегда может увидеть то, что вы выслали. В Skype, допустим, или там ВКонтакт, человек может зайти, допустим, только с ноутбука, например, да, а Viber это можно сделать с телефона. Очень классно то, что у нас есть чаты для новичков, да, то есть это такие специализированные, скажем так, чаты. Это чат, в котором есть информация конкретно уже для новичков, да, то есть если раньше был общий какой-то чат, то сейчас новички, они уже получают конкретно свою информацию, которая нужна только для новичков, да, и они там переписываются, задают вопросы, и когда кто-то проходит шаг какой-то, да, или там первая регистрация, конечно же, это остальных новичков мотивирует. То есть создание такого чата, я считаю, это вообще очень классная вещь, да, потому что когда, например, там в общем чате новичок видит, что там я выставила, там, или мне Виктория Червоная выставила открытку, там, Бакулину поздравляем с личным товарооборотом 1200 баллов, да, то понимаете, то, что новички могут быть в шоке от этого, и они могут вообще не понимать и думать, что мы пришли сюда там просто продавать продукцию. Нет, в новичках там уже будет своя информация, да, там свои успехи будут, там свои будут вопросы. И также продуктовый чат, Андрей, сейчас я расскажу по поводу Вайбера. Продуктовый чат, он тоже есть и в Скайпе, и в Вайбере, тоже крутая штука, куда высылается информация только конкретно о продукции, о каких-то акциях, распродаже, да, информация о каком-то, допустим, одном продукте, да, там, с его характеристиками. Это тоже очень классно работает, потому что люди, которые сидят в этих чатах, они на самом деле, пускай это не все люди, да, это не все участники, 100%, но многие люди реагируют на это все. И я хочу сказать, что у меня лично есть две регистрации тех людей, которые были когда-то у меня в команде, потом их терминировали, и благодаря тому, что они находились в продуктовом чате, они заново у меня в команде, они заново зарегистрировались, они проходят шаги, да, они просто потребители, да, они просто для себя покупают, ну, а кому от этого плохо, да, это тоже мой товарооборот, это тоже мой доход. Поэтому продуктовый чат, они тоже дают свои плюсы. И группы ВКонтакте, группы в Одноклассниках, это тоже наши команды групп, куда мы выставляем открытки, поздравлялки, информацию, вебинары. Это все то, да, эти все чаты, эти все группы, это все то, что очень классно нас всех как команду сплачивает, да, то, что мы здесь все вместе, то, что мы можем видеть, делиться информацией, то, что мы можем радоваться за всех, да, за всю свою команду. И это важный момент сопровождения на самом деле, да, когда люди видят чьи-то результаты, когда люди видят чьи-то вообще заказы даже, да, то им становится интересно, как же там человек сделал этот заказ, да, как он получил эту туалетную воду подарок, да, то есть это все очень сильно мотивирует людей, да, это очень сильно, ну, создает такой какой-то командный дух, да, потому что, ну, один в поле не воин, вы это знаете, и в компании Арифлейм работать одному просто невозможно. Поэтому чем больше, да, ну, даже ничем больше, да, чем качественней, скажем так, информация в таких чатах, тем вообще это лучше для всей команды. Так, Вайбер не банит за рассылки лично каждому или в чат общий? Ну, что касается Вайбера, чат у нас общий есть, как я уже сказала, там, для новичков, для общий чат, да, вообще для проекта и чат для продуктовый. Это все высылается там, разная информация, скажем так, да, по этим чатам. Что касается моей личной работы, то в Вайбере я работаю по личному товарообору. Это рассылка каких-то картинок, акций, там, распродаж и так далее. Я делаю это лично каждому человеку, да, то есть своим, там, подружкам, знакомым, там, и так далее, и так далее рассылаю. Но моя команда, вот, из Белоруссии, да, и из Украины тоже некоторые девчонки, они делают чаты в Вайбере, в которые тоже закидывают своих каких-то друзей, знакомых, туда кидают информацию конкретно по продукции. То есть такие чаты, ну, насколько я знаю, они работают чисто для личного товарооборота. Меня не банят в Вайбер за рассылки, я не знаю, может, кого-то банят, можете написать в интерчат, но меня никто не банит, и все нормально воспринимают то, что я рассылаю. И многие люди, кстати, благодаря тому, что я в Вайбере высылаю, они делают у меня заказы. Так, тут понятно, да? Ну, и последний момент – это обучение, конечно же, да, как одна из самых важных составляющих вообще работы в компании Reflame. Вебинары обязательно, да, еженедельные вебинары, которые у нас проходят с понедельника по пятницу. Вебинары разной направленности, это вебинары по продукции, это вебинары по бизнесу, куда, конечно же, мы зазываем как можно больше количества людей, да. Главное вначале приучить человека, новичка быть на вебинарах, и все, и потом это все будет входить в привычку. Поэтому для всех тоже такая рекомендация – просто говорить новичку о том, что вебинары – это одно из условий работы в проекте, да, чтобы люди понимали, что я не просто рекрутирую, делаю заказы, а я еще и обучаюсь. Да, вот тогда будет у нас стопроцентный результат. Включение новичков в проведение продуктовых вебинаров – такая фишка тоже у нас есть, да, те люди, которые активные, те люди, которые пришли сюда зарабатывать деньги, да, и хотят развиваться, мы их тоже включаем в проведение пока продуктовых вебинаров, да, пока не еще новички, то есть они, подготавливая этот вебинар, конечно же, узнают сами информации много, да, о том продукте, о котором они будут рассказывать, и вырабатывают уже навык такой ораторский, да, поэтому обучение новичков в проведении вебинаров – это тоже важный момент. Успешный старт для активных новичков, да, это шесть уроков, которые мы сделали в записи, эти уроки проходят все новички, сделавшие первый заказ активационный, да, без заказа у нас никто не проходит успешный старт, ну и по окончанию прохождения этого старта люди получают свои сертификаты, да, свои сайты личные, и, конечно же, главное то, что они получают, это много информации, много знаний. Конечно же, у нас есть и технический сайт, да, и сайт с инструментами для работы, то есть это все нужно для того, чтобы новичок разобрался в нашей работе. Ну и личные сайты активных партнеров, то, о чем я сказала, получают все активные партнеры после прохождения успешного старта и после создания страниц, да, и после того, как делают активационные заказы, проходят шаги и так далее, и так далее, и делают и нарабатывают лично 150 баллов. То есть есть специальные критерии, при которых любой активный новичок, либо уже не новичок, может получить свой личный сайт для рекрутирования. Ну и что касается моего рабочего дня, то он, наверное, не очень похож на рабочий день мамочки в декрете, но меня мой каждый рабочий день вдохновляет, да, и каждый день, когда я просыпаюсь, я просто, наверное, первое мое действие, да, я открываю ноутбук или включаю телефон, и мне интересно, что вообще происходит у меня в моем бизнесе. А, конечно же, я проверяю свою электронную почту, да, все чаты, какая уже там есть информация, если еще нет, то я сама пытаюсь выставить ее туда. Прокачка страниц коллег. Так, я уже здесь. Прокачка страниц коллег, такой тоже момент у нас есть, да, мы помогаем коллегам раскрутить страницы. проверка своих личных страниц рабочих, рассылка сообщений, посты в группах ВКонтакте, то есть это то, как я рекрутирую ВКонтакте, общение с командой, сопровождение партнеров, посещение и участие в вебинарах, да, это какое-то личностное развитие, то есть я каждый день смотрю какие-то видео интересные, да, и то, что сама нахожу, и то, что в чатах кидают, и наши спонсоры, да, и дежурные, и все-все-все. То есть мне тоже очень интересно посмотреть, кто и как работает сейчас, да, что-то интересное именно по личностному развитию, посещение планерок-лидеров, вебинаров, да, проведение личной планерки для команды. То есть, в принципе, все, что я рассказала выше, я это делаю каждый день, да, то есть я не позволяю себе не заходить в интернет, да, не смотреть там, не заходить на свою страничку или еще что-то. То есть я понимаю, что это мой бизнес, я понимаю, что я пришла сюда в первую очередь ради себя, да, не ради там своих спонсоров там или еще ради кого-то. Я зарабатываю деньги для себя лично, и, конечно же, вопрос самодисциплины – это тот вопрос, который у многих вообще стоит ребро, да. И у меня тоже был момент такой, когда я долго не могла самодисциплинироваться, да, я была в зоне комфорта, как говорится, да, и сидела на одном уровне достаточно длительное время. Все из-за того, что просто не было какой-то самодисциплины, да, и какой-то мотивации идти дальше, дальше и дальше. Ну, как только у меня родился ребенок, наверное, вопрос самодисциплины, и он сразу решился, да, потому что ребенок просто не дает расслабиться, да, и я понимаю, что резко у меня вместе с ребенком, да, начались проявляться какие-то навыки уже самодисциплины, только уже в плане нашего бизнеса. Вот, ну и что касается личного товароборота, да, тоже хочу сказать, что мой личный товароборот составляет в каталог, ну, по-разному бывает, да, бывает и 700, и 800 баллов, но в среднем это 1100, 1200, 1300 личных бонус-баллов. Да, это я лично делаю такие заказы, спасибо большое. И, конечно же, к этому я пришла не сразу, да, к этому. На это тоже нужно было потратить какое-то время. И самое важное то, что когда я пришла новичком и проходила спортовую программу, у меня что-то не получалось, у меня там не хватало каких-то баллов, да, или у меня там не могла закрыть шаг, то мне мой спонсор, он просто не позволил там не пройти этот шаг, да, и не позволил, ну, там, не сделать 150 или 200 баллов, да, когда я уже вышла там на доход. Это значит то, что, да, ну, можно сказать, я там пыталась, может, как-то, да, там дать себе слабинку расслабиться и не сделать этот шаг, но мой спонсор, он просто в меня вселил веру, в то, что у меня это получится, в то, что я это сделаю, то, что это выгодно для меня, да. Вот с тех пор, честно, я просто благодарна, да, тому, что я не пропустила ни одного шага, я не пропустила ни одной акции, я не пропустила ни одного подарка, ни одного набора. Все, что есть в компании Reflame, да, какие только были акции по рекрутированию для новичков, там, я не знаю, все возможные, во всех акциях я участвую. Вот, и вот это очень круто на самом деле, да, сейчас буквально еще у меня тут остается 7 минут, расскажу о том, как я делаю много баллов личных. Конечно же, я пользуюсь лично, да, вот специально сделали с семьей фотографию, что мы семья Wellness, да, семья в стиле Wellness, и мой муж, и мой ребенок. Уже с полукода я начала Даши давать жидкую Омегу. Wellness для меня, конечно же, это основной продукт, да, благодаря которому вообще, честно сказать, вот многие вопросы я решила вообще в своем организме и в своем здоровье. Поэтому Wellness – это вообще круто, да, и очень рада, что с компанией Reflame, компания Reflame несет такой продукт в нашу жизнь. То, что касается продукции лично, это понятно, да, я не буду тут заострять внимание, конечно же, я всем этим пользуюсь, там, все, 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 да, у меня за Reflame, как моя мама говорит, у нас всего уже по 2 и по 3, да, и это классно. Близкий круг, конечно же, мой тоже пользуется, да, я делаю там какие-то скидочки, я делаю все это по какой-то акции и так далее, и так далее. Все мои там друзья, знакомые тоже, конечно же, вот благодаря рассылкам в Вайбере, как я уже рассказывала, да, и ВКонтакте я это все рассылаю. И очень много я, кстати, работаю по личному товарообороту тоже, потому что для меня это всегда живые деньги, для меня это всегда еще дополнительные деньги, да, это подарки, которые я могу либо оставить себе, либо продать. Поэтому личный товарооборот – это вообще крутая штука. Но самая такая крутая фишка, которой я уже научилась работать, да, и благодаря чему у меня такой большой личный товарооборот, это каталоги, которые мои родственники, мои знакомые носят к себе в организацию на работу. Мои родители, мои невестки, соседка маминой подруги, то есть человек, которого я вообще не знала, да, мы с ней пообщались, она у меня делала заказы, и она сейчас тоже работает с каталогом по моей просьбе. Я делаю ей какие-то подарочки, да, какие-то скидки, то есть я ее тоже в свою очередь как-то мотивирую. И благодаря этому у меня такой личный товарооборот большой. И когда я сказала своей маме, мама говорит, а сколько это в гривнах? Я говорю, мам, ну это где-то 12-13 тысяч гривен. Она просто не поверила, что мы делаем, я просто и с мамой, да, и с папой, и со своими родителями это все тоже делаю, то есть они мне очень сильно помогают в этом. Она просто в шоке была от этой цифры, да, что мы делаем такой товарооборот вместе за такое маленькое время, да, всего за три недели. Рассылка суперпредложений в ВКонтакте и Вайбере, да, как я уже сказала, то есть это тоже классные методы, то есть не опускайте руки, когда вы там разослали, да, и никто не отреагировал, или кто-то вообще там не прочитал сообщение. Ребят, у меня было такое, что человеку, наверное, каталогов 10 высылало спецпредложения, распродажи, там счастливые дни тогда еще были. У меня человеку ничего, ни единого заказа не было. Но пришел тот момент, когда она меня начала заказывать, да, то есть человеку, я не знаю, почему она там сидела, думала, но смысл в том, что вода камень торчит, да, есть хорошая пословица. И если вы будете одно и то же действие делать каждый день, там, каждую неделю, или каждый каталог, да, там, рассылать своим каким-то знакомым, подружкам, то, поверьте мне, эти люди обязательно в какой-то момент они придут именно к вам, потому что они будут знать, что ты всегда там на связи, ты всегда мне что-то высылала, ты всегда, там, ты в Арифлейм, да, то есть у них всегда будет мысль, что, так, так, Аня Бакулина, она в Арифлейм, сейчас там пойду ей закажу. Поэтому это тоже очень-очень много значит. Так, и сейчас буквально рассказываю, отвечаю на вопросы. Вконтакте каким методом работаешь? Метод собеседования, то есть, ну, для начала я рассылаю в группах предложения о работе, да, люди мне пишут, ставят лайки, оставляют номера телефонов, и я с ними провожу собеседование. Странички на реальные номера. Были на реальные, потом некоторые страницы там удаляли или морозили, теперь некоторые страницы на виртуальные, то есть по-разному, не имеет значения абсолютно. Сколько рабочих страниц? 25, да. Все. По личному товарообороту понятно, да, я думаю. Ну, и, конечно же, систематичность, да, о том, то, о чем я тоже говорила на протяжении всего вебинара, то, что ежедневно, каждый день, да, сопровождение, рекрутирование, обучение, я это делаю каждый день. Система в нашем бизнесе – это очень важный момент. Если вы будете каждый день делать одни и те же действия, да, то, о чем я сказала выше, то, поверьте мне, результаты будут. Пускай это будет не сейчас, не через месяц, и не через два, да, тем более сейчас у нас есть, у нас сезон рекрутирования, лето наступило, да. Кто летом рекрутирует, тот сенью очень круто будет зарабатывать. Какая статистика у тебя по поводу чего? Сколько собеседований, сколько регистраций, или сколько регистраций, и какой выклад по партнерам? Систематичность в наших действиях – это на самом деле залог успеха, да, и если вы будете все это делать ежедневно, расписывать себе план на день, да, как это делаю я, как это расписываю в ежедневнике, да, что я должна сегодня сделать, номера телефонов расписываю, вообще все поочередно, да, все, что мне нужно сделать. Ребята, это очень круто помогает. Да, кто этого еще не делает, просто поверьте мне и начинайте делать прямо сейчас, прямо сегодня, и составляйте свой план на завтра, да, в этом плане могут быть и не только моменты об Арифлейм, да, и какие-то семейные дела, там, и так далее, и так далее. Так, какая статистика сообщений? Елена, уточните, пожалуйста, я все равно недопоняла вопрос. Сколько сообщений я рассылаю или как? Так, какая статистика рекрутов и стартеров? Ага, все, поняла. То есть сколько из регистрации, да, сколько идет у меня заказов? Ну, в принципе, статистика неплохая после собеседований. Ну, из десяти стартеров, ну, шесть-семь рекрутов точно. Шестьдесят-семьдесят процентов точно. Даже если это не партнер, да, то это человек, который там сделает заказ, потому что, ну, ребят, мы сейчас строим команду так, что под человеком всегда там много регистраций, да, под ним за каталог у меня люди выходят там на шесть, на девять процентов, ну, по Украине, например, да, и, понятно же, это человека мотивирует. То есть я могу смотивировать человека сделать заказ только тем, что у тебя есть под тобой команда, ты выходишь на уровне, да, у тебя скоро будет возможность зарабатывать доход, если ты тоже включишься в работу. Поэтому всегда есть чем смотивировать человека. Ну, конечно же, есть те люди, которые зарегистрировались ради непонятного чего, да, ради интереса или там ничего делать было, то такие, конечно, они отпадают, да, они там не делают заказов там и так далее, и так далее. Но на самом деле все, многое очень зависит, да, как опять-таки нас учила наш спонсор, правильно проведенное собеседование – это вообще, ну, не знаю, процентов 50-60 вообще успеха дальнейшей работы с этим человеком, да. То есть правильно построенный диалог и выявление потребностей, что самое важное, при собеседовании уже, да, не только на вторую встречу, а при собеседовании, то вы уже будете понимать, как с человеком в дальнейшем общаться, да, и на какие вот эти кнопочки ему нажимать. Так, сколько из регистраций включается активно в работу, становятся ключевыми партнерами и остаются? Лена, ну, конечно же, статистика по партнерам, да, она, наверное, одна на всех. То есть партнеров, конечно же, там из десяти, это может быть один человек, один партнер. Ну, максимум два. Ну, хочу сказать, что у меня многие люди, которые просто делают заказы, они решили для себя просто быть потребителем, да, или стать потребителем, а не работать. У меня есть люди, которые из потребителей превратились в партнеры, потому что они долгое время сидели, или они делали просто заказы, а потом они выходят на уровень, там, 6, 9, 12, 15, 18 процентов, и эти люди сейчас стали моими партнерами, благодаря тому, что я с ними общалась, да, и говорила о заказах, они делали заказы, их номер не удалили, и сейчас это мои активные партнеры, менеджеры в Беларуси, есть такие, да, девчонки, которые включились тоже в рекрутирование, и уже параллельно с моей веткой, которую я строю, строят свою личную ветку. Да, регистрирую глубину. Ребят, ну, в принципе, у меня информация уже закончилась, сейчас хочу еще ответить на вопросы, если они у вас есть, если нет, то будем заканчивать. Сколько регистраций в день? Лен, бывает по-разному на самом деле, да, потому что у меня, кроме рекрутирования, ну, я могу провести и два собеседования в день, да, я могу и одно собеседование, то есть я смотрю уже по времени, у меня бывает такое, что много занимается провождение, общение в скайпе, там, с активными новичками, да, и так далее, и так далее, то есть все зависит, но хочу сказать, что статистика, в принципе, из двух собеседований может быть для регистрации. В принципе, после собеседования регистрации достаточно. Собеседование только голосом. Я уже говорила о том, что с сообщениями я не работаю, да, это вообще неэффективно, и, честно сказать, я вообще не советую своей команде и вам тоже работать с сообщениями. Все, всем спасибо большое за внимание, я так понимаю, вопросов больше нет. Дайте обратную связь, ребята. Всем спасибо большое, рада была для вас дать информацию, желаю всем процветания, роста, успехов, да, конечно же, очень много трудитесь, работайте летом, и однозначно результат будет осенью. Всем спасибо, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok